Продолжение следует... Когда у нас болит горло, а также когда нас кусают насекомые, это снимает зуд и покраснение. Отличное качество из Германии. Всем советую. Пока. Крем с прополиса я наношу на кончики волос, для того, чтобы они были мягкими и не путались. Концентрат я использую при появлениях герпеса, или если он вдруг возник, он хорошо помогает в борьбе с ним. Спрей я использую после депиляции. Хорошо снимает раздражение и смягчает кожу. Девочки меня поймут. Кстати, и мальчикам тоже это будет полезно после бритья. Концентрат недавно применял, когда воспалилась десна и болел зуб. Мазал, втирал в десну. Утром уже все прошло, и через день уже никакого воспаления не было. Спрей я использую очень часто вечером, когда уставший, наношу на лицо перед сном, а утром просыпаюсь таким более бодрым, активным, часто применяю, нравится. Также мы используем аптечку для наших деток с рождения. Вот такой спрей скорая помощь используем при простудах, для профилактики от простуд. Пшикаем в ротик. Можно пшикать в носик, развести один к одному с водичкой. Также вот используем такой концентрат алоэ вера. При болезненном прорезывании зубиков наносим на десна тонким слоем. А также при простудах можно нанести на грудь или на спинку. Я многодетная мама, поэтому аптечка алоэ вера это важный помощник в моей семье. Спрей алоэ я пшикаю в носик во время гриппа или простуды, а также закапываю в ушки при отитах. А крем с прополисом очень хорошо убирает трещинки на пятках, хорошо их увлажняя. Я моя семья и наш детский сад, мы знаем, что такое порезы и ушибы. И мы используем аптечку алоэ вера. Если это порез, то спрей скорая помощь, если это ушиб, то концентрат. Совсем недавно у супруги очень сильно разболелся зуб, она пользовалась спреем скорая помощь. И он ей помог. Спрей концентрат я использую не только для ребенка, но и для щенков, которых в данный момент мы выхаживаем. Очень хорошо заживляет раны. Что сказать, немецкое качество.